всем привет я пришла опять фоткаться на паспорт у меня сегодня все получится надеюсь анкета нормально нормальную фамилию с нормальным номером и серии паспорта вот на улице на улице такая прикольная погода плюс один градус что ли показывает но идет снег и вообще не тает так что сто пудово плюс один вот и через 10 минут у меня нужно зайти короче фоткаться уже я надеюсь что это все очень быстро потому что я сейчас у самого начальника не предупредила что я опоздаю короче не все пойдет нормально что я записала что якобы куда-то иду всем привет чуваки меня зовут майк вы смотрите ежедневные влоги хамуэзмен сегодня пятница я сижу читаю трое в лодке не считая собаки да пора бы уже дочитать эту книжку и знаете сегодня кстати посмотрел фильм обалденный фильм 2014 года называется в российском прокате назывался как неуправляемый по-английски рад 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 радар лес рад 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 как то так и вообще еще вроде как без руля это переводится на самом деле типа без руля короче ну не управляемые без руля можно по-разному трактовать но короче не важно что в описании отец потерявший своего сына однажды натыкается на коробку записи текстов записанных сыном потрясенное открытие никому неизвестного таланта он создает музыкальную группу в надежде обрести катарсис тут написано так я не знаю почему так написано но написано так в общем фильм на самом деле очень сильный и жутко неожиданный неожиданный в самом конце алиска пришла по ходу немножко меня напугала да алис пришла точно алиска говорю напугал меня такую почти что аварию видел какой-то дебил стекло заднее не очистил все в снегу с парковки начал сдавать на дороге стоял начал сдавать назад едет маршрутках не посмотрел но вы ничего бы и не увидел но газелька резко влево а прикинь она какая высокая я думала естественно значит перевернется ее так мотанула влево вправо вот так вот там же еще сейчас скользко там трилки хлопья там все в снегу я немножко выглянул на улицу как вы поняли уже вечер я думала капец дурачок потом едет ехал и я за ним ехала 20 километров в час едет я думал сейчас из газельки уже маршрутик вылезет на это просто выйдет на дорогу и но просто прикинь еще и люди внутри это вот снизу да тем более по горке да будьте аккуратны на дорогах а я говорил о фильме неуправляемый так вот фильм будет дико интересен всем музыкантам я думаю в общем я сфоткали и показывают как бы вообще это правильно как бы вообще это правильно ми айчина ну то есть через и палочку эй не факт что это правильно не знаю мы всегда я я всегда писали как и я и а не а мы всегда писали на английском и всегда писали и а так вот игру может другая игры типа когда получал два года назад она раньше по-другому сама ну короче или того что там какая-то программа нельзя исправить просто на ну а и нужно иметь какое-то основание ну то есть ксерокопию за гранд паспорт мишина которую нужно завтра принести либо паспорт мы не можем найти я прочитал всю книжку здесь нет ответа там не написано к делу короче третий раз я пытаюсь рассказать о фильме неуправляемый и всем кто занимается музыкой всем кому интересно музыка песни всякое такое обязательно посмотрите вообще это очень клевая драма тут написано комедии музыка но музыка да драма да ну комедии здесь конечно не пахнет ничего там смешного вы не увидите но фильм очень классно очень сильный сама идея очень крутая и вы поразитесь в конце потому что действительно очень крутой сильный фильм ну что ж друзья мы поужинали и не сидится дома в кино конечно не пошли потому что поздно и этот интерстеллер он интерстеллер интер нас так алика и бляля короче он идет там три часа да и капец это это много хотя я бы пошел но вот потом пришлось бы нести вот поэтому мы во первых мои родители нашли паспорт мой так что зря мы перекопашили весь дом там но я да ну ты тоже за мной потом две коробки разобрала повторно вот проезжаем 12 канал и значится снится кстати снится но это будет еще долго снится но потому что блин полтора года проработать мне постоянно всегда работы все снились после увольнения всегда все все работы всегда снились но потому что очень много времени там находишься и в подсознании много воспоминаний всяких и всякого такого и монтажка частенько снится нового сраного нового утра колхозного да ладно я не не так уж прям категоричен или позвони паспорт у моих родителей куда мы собственно играя сейчас едем повидаемся с родителями с барником общем планировали завтра поехать но уже наверно завтра тогда не поедем потому что сейчас увидимся пообщаемся вот заберем паспорт завтра выступление кстати я сегодня постараюсь этот влог выложить пораньше чтобы все еще раз узнали что в 15 в 15 ноября в 15 ноября 7 часов 19 00 рок-клуб лермонтова 63 ссылка на события на встречу на эту ну какую на концерт в описании я на экране здесь тоже вот есть там обработка пируси проходите вступать если ты пойдёте приходить и обязательно будет классный Article West вступайте если вы пойдёте и им вступать если не пойдёте вот будет круто я думаю что будет круто да я уверен что будет круто рок-концерт и пора уже возобновлять традицию ходить на рок-концерты но Мы все так гундим о том, что, ну, мы, я говорю, музыканты, что пропала туса, никто больше не ходит, а сами-то мы не ходим, блядь, сами не ходим, вообще не ходим, а если ходим, стоим вот так же. А когда-то на сцене, серьезно, знаете, как хочется, чтобы народ прям вот, а ведь в душе вот хотят, хотят подрыгаться, но все стесняются, и нужно поэтому самому выходить, наверное, прям со сцены и дрыгаться там с гитарой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, мы приехали домой, я сел доделывать свои рабочие дела, ну, как бы, там, не то, что это задолженность по работе, это скорее наперед, немножко перевыполняю план. Вот, Алиска лежит уже в кровати, только что хотела спать, все, я сейчас прям вот спать хочу, так хочу спать. Пошла умываться, зубы почистила, и все, перехотела спать. Лежит сериал, смотрит. У меня как всегда. Лежит сериал. А ты, 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 этих, город Хищниц смотришь? Да. Город Хищниц, город Хищниц рулит. Вот, я, кстати, снял чехольчик с макбука, и теперь яблоко горит, это так здорово. Вот, потому что что-то поднадоел уже чехол, если честно, это когда куда-то выезжаешь, как бы, он нужен, а так он нафиг нужен, не нужен он мне, пока. Поэтому и снял, протер сегодня полностью его вот этими салфетками, которые мы в Самаре, по-моему, купили в Defender. Вот. Все, друзья, на сегодня хватит. Обязательно приходите завтра в субботу, если вы живете в Омске, в рок-клуб. 19.00, начало, вход бесплатный. Будет классно, будет горячо, будет жарко, будет рок. Увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, жмите большие пальцы вверх. Покет! Субтитры сделал DimaTorzok